здравствуйте мои дорогие друзья я александр печи и сегодня уже какой раз почему-то мне задают один тот же вопрос а перед этим поставьте лайк как говорится коментарии это создать больше стимул стимать для вас видео с одной стороны очень такой странный вопрос был задан как говорится опять даша дуги на я уже не смотрю поэтому не знаю таких людей дальше дугина вот и вопрос был задан мертва ли она или жива или это подстава какая-то потому что до этого я уже говорил что выходит что она мертва но при гадании сразу выпала фарт перевернутый видим на он перевернут почему-то и деньги самое интересное отец ее получил какое-то бабло получается деньги две перевернутые и эти получается что толком мы не видим что она мертва понимаете что странное вот это меня поразило да и смерть очень близко возле жизни это признак или и и подменили то есть похожую женщину положили или это показушный спектакль для того чтобы создать повод воевать с украиной и показать что украина снова такие поганенькие и снова объединить народ таким образом и чтобы больше людей шло на войну видите жизненные силы народа мужского пола особенно и война военные действия очень все взаимосвязано самое интересное мы видим что выход из ситуации есть у народа для этого просто нужно не верить в этот спектакль пропаганда очень близко вот она находится она и пропаганда жизненная сила так сказать жизнь и смерть и пропаганда это признак что было самого начала все спланировано деньги вот они они ушли и деньги связаны со спецслужбами поэтому не зря толком нет никаких доказательств что человек умер вот что самое интересное сразу перевернулась заметили фортуна сразу перевернулась да то есть это получается что постепенно народ потом узнает что это подделка или мадам смотается за границу но в данный момент то есть духи считают что она не мертва видите они считают что она не мертва то есть это даже можно объяснить что это прикрывается смертью а когда прикрывается смертью это признак что это фальшивая смерть это допустим когда помните в 90-е разные милиция тогда они еще были хотели как-то избежать или от мафиозников разных о пг скрыться да то они делали свои искусственные похороны убийства и так далее вот это чем-то похожее я уже говорил что тогда когда гадание прошлое посмотрите при туда дугину там выходила скопище людей которые прям на их семейку просто на ополчились и нужно было как-то ее скрыть такое впечатление что хотят спецслужбы скрыть ее вот она как бы да какая-то сакральная такая жертва для того чтобы и путин и все как говорится легко потом манипулировать что вот видите какие они злые на украине вот видите какие они все плохие но по-настоящему это мафиозные разборки вот этот камень это выдает он выдает что это даже в крови вот он выдает что это мафиозные разборки понимаете что это разборка просто о пг внутри россии это к украине никакого отношения не имеет но это используют против украины это используют для тех конечно же безмозностных людей которые верят в эти все сказки это используют покажет что типа и в этом украина виновата я уже говорил украину вообще никакого отношения не имеет. Это четкий план, был ли заранее договоренность. Поэтому ее отец не сел в машину. Причем еще три мужчины. Возможно, он ехал с мужчиной, отец ее. Или с кем-то сел в машину с мужчинами. Но мужчин должно было трое быть. Одна женщина – это она. Вот. Ну, возможно, водитель мужчина еще. Вот. Это мужчина. И вот два мужчины едут. Это, возможно, ее отец и еще какой-нибудь мужчина, который с ним ехал. Вот. Договоренность уже была какая-то, понимаете. И такое впечатление, что когда народ это все поймет, как говорится, некоторые, конечно же, без мозгов, они ничего не поверят в это. Они будут верить, как дебилы, как говорится. Задача распространить это больше, чтобы народ пошел умирать. Видите, как жертва. Жертва. Народ хочет жертвовать, чтобы народ начал жертвовать. Цель власти в этом и была с самого начала. Но она жива. Она прикрывается смертью. Это признак, я говорю, возможно, в гробу живая лежала. Или копия лежит. Потому что очень подозрительно. Прикрыться смертью, это обычно прикрываются смертью, когда убегают там от каких-то структур, да, засекреченных и так далее. Вот это да. Но в данный момент спектакль проплачен. Видите, в чем дело? Это с самого правительства заказ. Это не заказ убивать, а это заказ устроить спектакль. Понимаете? Спектакль устроить. Чтобы народ поверил. И дальше еще будут спектакли. Это не первый спектакль. Я уже говорил. Концерт. Это фальшивая смерть. То есть, это когда смерть, почему-то живой человек прикрывается смертью. Молодец. Актриса хорошо сыграла, значит, роль. Аж сама поверила, что она умерла, как говорится. Но мы видим, что будет пересечение потом России. То есть, обоих. И ее отца. Отец потом смотается, я уже говорил. И она попытается каким-то образом смотаться. В прошлых годах я это уже говорил, что она попытается как-то сбежать. Пересечь Россию. Молодцы. Прям спецслужбы хорошо работают. Называются мафиозные группировки. Но в данный момент тут чудеса медицины, конечно же. Но я говорю, это ненадолго хватит. Потом придется еще кого-то вот так же принести в жертву. Государству российскому. Но это мафиозные разборки. Кланы какие-то мафиозные делят что-то. Будет еще. Будет еще. Мало. Им нужно больше. Потому что она как бы не слишком добилась всего. Пиар пройдет, он утихнет. Вот он. Потом снова нужно будет новую звездочку или новую звезду. Дальше у них мужчина по плану будет. Так что тут четкие планы. И так что я так и думал. Потому что просили. Я посмотрел. Она похоже прикрывается смертью. Значит это фальшивая смерть. Значит какая-то подстава. Народ снова пытается объеборить по-русски сказать. Ну что ж люди. Не дайте себя ввести в заблуждение. Обман. Мошенников Павлов. Всем удачи. Успех. С вами был Александр Печуев. Ставьте лайк. Комментируйте. Пишите свое мнение. Может у вас мнение свое по этому гаданию. Удачи. Субтитрыйте. Субтитрыйте.